20 жилых домов отремонтировали по программе капремонта в Чебоксарах. Это шестая часть от годового плана. Сейчас в работе 81 многоквартирный дом. Строители ремонтируют кровлю и фасады меняют инженерные системы. На остальных выбирают подрядчика. Всего в этом году в списке 134 жилых дома. На их обновление выделено более 570 миллионов рублей. Уже сейчас формируется адресный перечень на будущий год. Общее количество 42 дома на сумму 71,5 миллионов рублей. И 20 многоквартирных домов для выполнения работ по замене лифтов на общую сумму 223 миллиона рублей. Мы свои изменения внесем до 1 сентября с постановлением главы администрации города и обратимся в Министерство строительства Чувашской республики для внесения изменений в республиканскую программу. Собираемость взносов за капремонт – один из критериев для участия в программе. Она должна быть не менее 90%. Поэтому показатели у Чебоксары находятся на третьем месте в республике. Динамика видна положительно, но тем не менее мы занимали в рейтинге республики второе место сегодня, третье, так можно и дальше скатиться. Тут какие управляющие компании недорабатывают, отстают и в чем проблема? Со всеми управляющими компаниями на еженедельной планерке мы рассматриваем данный вопрос, просим, чтобы они подключились и объясняли людям, что от этого зависит срок проведения капитального ремонта самого. Глава столичной администрации подчеркнул, собираемость взносов необходимо повышать. Я прошу информацию еще раз проанализировать. Во-первых, представить мне худшие дома, худшие управляющие компании и привести с ними необходимые мероприятия. Пригласить еще раз директоров управляющих компаний, разобраться, почему такая низкая платежная дисциплина. Знать в лицо должников.